Привет, мои тайванистские друзья! Тайваньские, если правильнее говорить. Я в шлеме, а это значит, что мы снова на колесах. Хотя по моему поведению можно сказать, что я частенько бываю на колесах, но мы именно на тех колесах, которые с резиной. Вот именно на тех. На этом поцарапанном, несколько неудобном для пассажира, у меня ноги вообще не влезают. Мы упаковали все наши вещи, попрощались с нашими хостами в Тайпэй, и теперь мы движемся с самого севера по часовой стрелке по всему Тайваню. Вот в основном дорога идет вот такая, ну или две полосы. Здесь она прям совсем серпантинная, да? Трафика немного, но увидите. А, ну мы потому что съехали с главной дороги, на самом деле. Мы хотели приехать к этой реке, чтобы показать вам вот этот зигзаг необыкновенный и небольшие чайные плантации на холмах. Необыкновенная красота! Тишина! Он такой классный этот Тайвань пока, пока. Может быть у нас еще чем-нибудь удивит? Посмотрим, поедем и покажем вам дальнейшую нашу дорогу. Ехали, стоят бесплатные биотуалеты посреди ничего. Я в приятном шоке до сих пор. Вот эта тропа, по ней можно погулять, это так называемая дорожка-трейл по типу хайкинга, какого-то трейкинга. Холменький мы видим, ну и поближе саму речку. По цвету очень напоминает то, что мы видели в Китае и высокогорных частях Индии. Здорово! Слава Богу, что дождик не идет. Нам все говорят, что сейчас сезон дождей. Не тайфунов, но дождей. Так что нам сегодня везет. Хотя и не очень, собственно. Такие вот серпантинчики здесь встречаются. На пути. Но вот конкретно здесь вообще никого нет. То есть мы едем только одни, максимум там одна-две машины проехали. Ни байков, никого. А на трассе байки гоняют с бешеной скоростью. Видимо, такое развлечение. Поедем дальше, надеемся, дождь не настигнет нас. Хотя небо затянуло. Мы чертовски замерзли. В какой-то момент начался очень сильный ветер. И у Ли начали прям завязать руки. Возможно, мы дальше поедем в перчатках. Но вот здесь такая смотровая площадка. Их несколько. Но вот одна такая импровизированная, так скажем, раст-эрия с видом на Елань. Куда мы едем? Вот он, видите? Это равнинная часть. А мы поедем вон по серпантинам, по серпантинам, по серпантинам. И когда мы будем уезжать из Елани, мы тоже... Окей, может быть по серпантинам, но в том числе и по береговой линии видим. Я не знаю, сколько вы видите. Две большие бухточки. А там вот островочек. Мне, по крайней мере, он точно виден. Очень много вот... Курвс, курвс, курвс. Поворот, 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 поворот. Бесконечное количество поворотов. В Веренаминске встречаются очень красивые виды. Потом, значит, речка с камнями. Потом такие хвойные деревья, как аллеи стоят. Достойные виды, но солнышка не хватает. Но, слава богу, нет дождя. На этом уже спасибо. Вот оно! Море с тайваньской стороны. Оно выглядит вот так. Облачно. Темный песок. Набегающие волны. Крики каких-то птичек, щебетания. Ветерок. Вот он, тайваньский берег, друзья. Это восточное побережье. И мы находимся, я повторяюсь, в городе Дилань. Мы уже заселились у нашего следующего хоста. Это будет женщина с маленьким бэйбиком. Может быть, мы расскажем о ней попозже. Покажем у нее квартиру. У нас просто шикарнейшее жилье. Не просто такая маленькая комнатка. Настоящая хорошая комната. Но все секретики оставим на потом. А то будет неинтересно вам смотреть. Пойдемте посмотрим, что есть здесь, на этом побережье. Очень шикарная дорожка сделана. От души посажены цветы, кактусы и никого. Сейчас у нас среда, не выходной день. В выходной день цены на жилье повышаются, потому что все, наверное, приезжают отдыхать из Тайпея или из других поселений. Дилань более спокойный город. Более расслабленный. И когда мы спросили про правила дорожного движения, Винас, эта девушка, у которой мы остановились, сказала, что это country side. То есть как бы загородная часть. Поэтому полиция, наверное, не будет вас за мелкие какие-то провинности останавливать или штрафовать даже. Такая, знаете, свобода. Сейчас главное, чтобы песок не запал в мои белые белоснежные носки. На песок купаться нельзя. No swimming. Why? Why? Что же так? Моя русская душа, может быть, хочет окунуться в Тайваньское море. Очень длинный пляж, да? Бухта огромная. Помните, я не знаю, насколько хорошо показывает камера. Плохо она на самом деле передает весь масштаб и всю детализацию картинки. Но бухта вот эта большая, широкая. Наверное, сейчас отлив, как ты думаешь, там бывает прилив вот до этого холма или нет? Не-не-не. Не бывает прилива? Песок сухой. Песок мелкий такой, белый с черным. Вот если покопать, он как бы еще вулканический, ты думаешь? Обычно черный песок ассоциируется с вулканическим происхождением. Тайвань вулканический? Ну, я сейчас не буду говорить, иначе мне потом в комментариях напишут. Нет, это не так. Чего ты там говоришь? Поэтому я лучше помолчу. И пойду погулять. Пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вообще-то должны были пойти в вегетарианский буфет, но Венис решил остаться с ребенком и попросил нас, короче, сгонять так по-дружески, взять еду с собой. И она сказала, что вот эти вот два значка первых, то есть здесь все по-китайски, короче, непонятно, что это вегетарианский, вообще непонятно, ничего, даже нет ни одного обозначения. Вот эти два значка означают, что это овощи. И еще, знаете, какой значок? Похожий на нацистский значок, это значок солнца, тоже означает вегетарианский. Или лотус, цветочек. Мы заказали какой-то суп, который она очень рекомендовала за 80, и дамплинги. Дамплинги, это, говорила, пельмешки. У нас был печальный опыт с дамплингами в Тайпее, когда нам положили, кроме овощей, ненужные штучки. И он при нас сейчас не лепил, он просто достал, как у нас говорится, замороженные пельмени, кинул их, и вот они там варятся. Варятся-варятся наши 20 штук. Здесь есть замороженные овощи, тофу, макароны, есть ли вам цветные макароны, я не знаю, что это такое, какое-то тесто, грибы. Грибы здесь очень любят в Тайване. Сейчас закупимся, и как служба доставки доставим все вегетарианское к ней домой. Итак, друзья, это наш замечательный хост, который нас приютил. Thank you very much. To say one more time. Это у нас замечательный бейбику-бейбику, только 4,5 года, и он сейчас контролирует, как мы едим, он очень любопытный пока, открывает для себя мир. Несмотря на это, она готова принимать каучсерка в ее большом-большом 4-5-этажном доме. И то, что мы сейчас взяли, давайте попробуем. Это вот очень толстая лапша с соусом таким, с зеленью, тут есть зелень и... That's mushroom. Mushroom, mushroom, not soy. No, mushroom lake. You know, the bottom of the mushroom. Ага, окей. Как называется у нас? Грибница, грибница, часть грибницы. Давайте, let's try. I think I'll manage it. Макарончики очень мягкие. Такие, знаете, и с этими... Со спайсами. Со спайсами, да? Some kind of spasies. The soup is the special part. Конечно, у нас есть ложки. Мы обязательно похлебаем. А еще, что немаловажно, мы взяли эти пельмешки. Знаете, они не просто пельмешки, они из цельнозерной муки. И прямо сейчас я попробую. Вот. I'm on a dry. Так, безъез, окей? Don't you mind? Что-то не какой-то... Прилиплю чуть-чуть. Сейчас я отлеплю. И попробую при вас. Очень похоже на русские пельмени. Реально, друзья, вот. Вообще, ну, очень похоже. Там, конечно, вместо мяса соя, но очень вкусно есть глаз нудлс, чуть-чуть зелени, капусты и морковки. Замечательно. Супер. Короче, мне нравится. Сейчас будем есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!